Девушки отдыхают Заслужила студия эстрадной песни «Билла Грай» Вот рядом руководитель этой студии, Людмила Дмитриевна Шапилевич Давайте с вами поговорим, за сколько же это лет вы столько уже заслужили, а? Здравствуйте! Заслужили мы это за много лет, конечно Мы работаем с 2005 года, наш коллектив существует в областном доме художественного творчества Но это еще не все наши медали Понятно, это самые главные, наверное Самые главные, наверное, да Занимаемся мы во дворце уже 13 лет Вот давайте сейчас, вы принесли фотографии, да? Да Давайте посмотрим эти фотографии, а вы будете продолжать говорить, хорошо? Пойдемте Продолжайте Значит, здесь у нас концерт звитний наш, называется эта песенка «Три подружки» Потому что у нас в коллективе очень творческая, теплая атмосфера Это средняя группа нашего коллектива Троисти музыки Называется этот номер Это Статьяна Андреевна Яровой, нашим прекрасным композитором Композитором, да? Да Тоже звитний концерт в нашей студии Видно, наша эмблема Деваграй Ну, это самые старшенькие девочки Какие дети у вас? Какой возраст? У нас в студии детки учатся с пяти до семнадцати лет Три возрастные группы То есть это младшая группа, средняя и старшая Ну, вот видите, здесь Александр Сычев, творческий вечер Вы с ним сотрудничаете? Мы с ним сотрудничаем, да Это наши девчонки-победители в Болгарии на Золотых песках А это вот мы недавно только вернулись с Киева Назывался фестиваль «Синя Рапсодия» А это наши новогодние утренники, где мы принимаем участие Постоянно Киевская фотография с Киева этот фестиваль Тоже «Синя Рапсодия» Это средняя группа Ну, сколько фестивалей в вашей жизни уже было? Очень много Это вот наш любимый фестиваль «Еды на родына», который проходит в городе Очак И мы еще будем про него говорить Потому что со мной мои девчонки-воспитанницы Ну, давайте познакомьте нас с ними Участие в этом фестивале Самая маленькая – это наша Машенька Маша Кныш Машеньке восемь лет Может быть, сама ты что-то расскажешь о себе? Да, я первый раз выступала в пять лет в Очакове Потом я выступала два раза в Одессе Потом в Николаеве А потом в Херсоне выступала Вот скажи, Маша, что тебе больше всего не нравится в коллективе? Есть у тебя такое или нет? Нет А если по правде? Ну, хорошо Там же и мальчики есть, и девочки Все вместе, да? Вы все вместе дружите, да? Да, конечно А кто тебе из мальчиков кто-то ухаживает за тобой или нет? Есть такое, да? С кем вы симпатизируете друг друга? Нет? А ну давай Да Ну давай Давай Сонечко весняне у веконце гляне Вже від'їхали зимні вихоли У веконечко сяє сонечко Весняні струмочки Як сіни і дочки Рідні мами В щасті танемо Станем без нами Ми чудесними Эй Маша Ты прелесть, я тебе скажу честно Давай я тебе вот так вот похлопаю Здорово Люда, ну смотрите Выглядит естрадная песня Ну какая же она естрадная? У вас принадлежность тому, что вы выступаете с естрады А видно у вас репертуар такой, что ой-ой-ой Правда? Да, репертуар у нас богатейший Потому что мы работаем на Учим детей Прививаем сразу на лучших произведениях И на капельне в том числе И на обробках украинских народных писаний Очень любят у нас дети петь щедрых Да? Обробку чудесную Ну не обойдемся без этого Ну давайте Ну мы не сможем сейчас Потому что ансамбль у нас знает Да сможете хоть проговорите эти слова Сможешь, Олечка? Давайте Так у меня же нижний голос без слов поется Олечка поет нижнюю партию просто в этом произведении Ну так что, ну никак мы не сможем, да? Ну сегодня нет Мы вас пригласим отдельно, наверное У нас будет в марте творческий извитаршего коллектива И мы вас приглашаем на наш творческий концерт Хорошо И прозвучит у нас щедрых Хорошо А вот сейчас она, капельна, может показать свой нижний голос? Конечно, конечно может Оля Это Оля, да Здравствуйте, очень приятно Давай, чтобы заинтриговать больше, да? Ты сначала о себе расскажи все, что ты хочешь А потом ты споешь, хорошо? Хорошо Меня зовут Оля, мне 16 лет Я пришла в Девограйф 4 года Вот Предыстория Это просто Перед телевизором пела, танцевала Родители решили, что вот Надо отдать на вокал Вот Разумеется, была девочка, на которой я старалась равняться Ее зовут Катя Андреяшик Так Вот Всегда перепевала ее песни после нее Всегда с ней на конкурсы вместе ездили Ну скажи, обратись к ней, раз ты уже в прямом усилии Ой, Катя, я очень тебя люблю Ты для меня действительно стала большим примером А она что, уже не ходит в сферу? Она Вы закатычные подружки, да, Оля, или нет? Ну не то, что подружки, иногда общаемся Иногда общаетесь, да Она очень взрослая, я бы очень разная Она взрослая уже Ну мы не спрашивать, сколько ей лет, чтобы не выдавать ее тайну Да, не будем выдавать Ты уже честно сказала, сколько тебе лет Девушки после 18, всегда 18 Ну давай же, давай, ух, снизу, а Не залишай мене, молю, не залишай И до життя мого назавжди завітай Оберегай мене, молю, оберегай Люблю, люблю Ну тут я и не знаю Я не знаю, что это, молитва или песня или что это Тут опять-таки к эстрадному понятию Как мы привыкли думать, что это эстрадный коллектив, правда же Так не подходит Душа у тебя Поет душа вместе с этой мелодией, правда? Оно как-то получается само собой Не знаю, особенно когда выходишь на сцену Ну в основном пою вот такие вот медленные песни про любовь Ну вот как-то получается само собой И когда начинаешь петь, как будто в другую, в другой мир улетаешь То есть вообще перестаешь думать о зрителях, о жюри, если это конкурс Обо всем, просто вот ты в песне полностью У меня даже было такое, что я на концерте одном просто пою, а у меня слеза идет Ай-яй-яй И оно как-то само собой так получается Я выхожу, со сцены ухожу, за кулисами стою, на меня смотрят Оля, ты серьезно? Я такая, блин Ах, какая же ты умница Оно само собой получается Ну это все, это потому что, может быть, потому что про любовь, а? Не знаю, возможно Ну вот у меня постоянно такие песни То есть у меня всегда в репертуаре есть и веселые, но вот грустные всегда есть Ну давайте я вас так немножко... Что такое, Оля, по-твоему, любовь? Не знаю Наверное, когда человек рядом и понимает с полуслова Ну в моем возрасте я еще не знаю, что такое любовь, поэтому объяснить не знаю Это не имеет никакого значения Ну вот какое-то же представление, ты же читала много и смотрела И фильмы, и спектакли, все на свете И, наверное, думала ты на эту тему Вот ты думала на эту тему хоть раз, что такое любовь, а? Ну, конечно Да? Я у девочки спрашиваю, как ее зовут? Да, Катюшенька, ну Как ты думаешь, что такое любовь? Сколько тебе лет? 11 11 лет Если ты не знаешь, как ответить на этот вопрос, не отвечай У тебя, слава Богу, все впереди, у тебя все это будет А теперь расскажи о себе Меня зовут Катя, мне 11 лет Я пришла на вокал в 9 лет И мой первый конкурс, это было «Едына родына» Я там, правда, ничего не заняла, но мне очень понравилось И я приняла себе очень много опыта И второй раз я поехала в Одессу Я там заняла первое место И потом я поехала еще в «Едына родына» еще раз И там я тоже уже заняла первое место Потом я поехала в Киев И там мне тоже очень понравилось, я тоже заняла первое место. Хорошо. Скажи мне, Гадя, а что больше, что самое трудное вообще было у тебя за эти годы, пока ты здесь исполнялась в этом ансамбле все? Что было трудно для тебя? Вообще, что такое вот пение трудное? Ну, именно, не знаю. Не знаешь, да? Ну вот, Людмила Дмитриевна, видно, объяснит, потому что вам же, Люда, виднее, как вы с ними работаете. Вот у вас, как у педагога, как у руководителя, вот эти проблемы, расскажите о них, пожалуйста. И дети услышат с удовольствием, и взрослые тоже. Когда мы едем на фестиваль, конечно, мы понимаем, что всем хотелось бы занять места, но это оценка не только, допустим, выступления воспитанника, но и педагога. Я всегда говорю, что неважно, какое мы место привезем, а главное, какие уроки мы из этого возьмем, чему мы научимся, кого мы увидим, кому мы будем стремиться. Что-то нам понравится, что-то не понравится. Поэтому я очень рада, что детки это понимают. И в первую очередь хочу сказать им спасибо большое, и родителям, которые поддерживают и меня, и деток, конечно же. А уже когда мы возвращаемся на следующий год, мы уже настолько творчески и духовно, может быть, подготовлены, что, конечно, есть результат, и я этому очень рада. А вот еще хочу добавить по поводу Оли, открыть секрет. Когда Оля только пришла заниматься в студии, Оле было 4 года, и вот мы перед выходом поем ансамблем, она же самая манюсенькая, и она мне подходит и говорит, ну, пожалуйста, ну дайте мне микрофон. А мы ей никогда не давали, думали, что она еще маленькая, или уронит, или не справится. А она настолько этими глазоньками своими. И вот вы знаете, я до сих пор помню этот момент, и я дала ей тогда этот микрофон. И вот до сих пор не жалею, что я его дала, что она с нами, она умничка, она очень много фестивалей ездила. И огромное спасибо ее родителям, которые ее поддерживали и поддерживают сейчас. Поэтому, конечно же, и будут такие результаты, и хочу сказать отдельно еще за этот фестиваль. Стоп, мы сначала, мы же так и не показали, что... А, Катюша, Катюша. А как же, мы же не обойдем ее, правда же? А Катюша, может быть, она споет мою любимую песню, которая не в репертуаре, да? Да, я сейчас раззвучу новую песню, она сложноватая, но у меня получается ее петь. А ну-ка давай, ну давай, мы уже настроены на то, что у тебя получится, хотя и новая песня. И второе, что все-таки мы понимаем, что это впервые тебе будет сложное, поэтому мы с удовольствием тебя поддерживаем в этом деле и слушаем. Она на английском языке. Хорошо. Звучит музыка. Спасибо. Ну что, я знаю, что вы принесли нам пару клипов, связанных с вашим коллективом. Давайте, показывайте и рассказывайте. Ну, давайте посмотрим, а потом поговорим. Давайте? Давайте. Вперед. Звучит музыка. Звучит музыка. Тим, ченочко, файно, заспівай. Ти молода, тим, ченочко, файно, заспівай. 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 Ой, заграв би, ой, заграв би, а я заспівала, Бо від того музичиньки спокою не мало. Скритка чарівка співала, играла, Сопівка я тащеветала. Бубок захоплений, ритмом шалений, І з руху танок вирівався. Грали музики, троїсті музики, Всі веселились, гуляли. Ніби в сорочинцях ярмарка жвала, Шуміла і спинку не мала. Ніби в сорочинцях ярмарка жвала, Шуміла і спинку не мала. Ніби в сорочинцях ярмарка жвала, Шуміла і спинку не мала. Ну що, я должен сказати, Людмила, вам респект. Вам і всему вашому колективу. Спасибо. Почему? Потому что такую ритмику в голосе выдержати. Сложно, да. Це здорово. І тут ще одна вещь дуже важлива. Кого ви сполняли? Я об цьому жінчіне, об цьому композиторі давно самого великолепного мнения. А вам слово, щоб ви ваше мнение сказали. Ну, ми тож сотруднічем з Татьяною Андрієвно Яровою. Діти с удовольствием поють її произведення. І дуже багато у нас. І Олечка представляла ластівочку, да? Татьяною Андрієвною пісню про Чернобыль. І, конечно, це произведення нравилось мене, честно, всігда. Але коли я предложила Татьяно Андрієвно принятий участь в її творческом вечере, ми з удовольствием занялись цей постановкою номера. І родителі дуже добре здесь сробували. Костюмы, які стилизовані такі. Дістіально, зіграли здесь тоже, я считаю, хорошу роль. Поэтому спасибо. Нам дуже подобається работать з Татьяною Андрієвною. Вот вроде бы же не Києв, а ну как считають, наверное, Николаїв все-таки, это провинция, но вот такой композитор, как Яровая, Татьяна, это вообще большая удача для нашей области, для нашего города. Заслуженный деятель искусств Украины. А? Но орден княгини Ольги у этого человека редко кому дають по этому поводу. Да і за що? За аматорство, за творчество, за песни, за композиции. Девочки, ви знаєте хорошо этого человека, не? Ну, не то чтобы хорошо, но її песню, да, я пела. І коллективом ми часто поєм її песні. Да? Ну, давайте дальше продвигаться. Ну, а дальше я знаю, чтобы сразу ритм передачи не снижался, давайте ще один клип посмотрим, хорошо? Давайте. А потім, якщо, і споємо ще. Хорошо? Хорошо. Моя країна, море з тебе з краю, і сонце, що від добрію росте. Ми народились тут, і пісню вам співаєм, про вітери колося золоте. Твоя дорога, і велика, і славна, благословений кожен день і час. І зіронька демо, прекрасна Ярославна, з надією все дивиться на нас. Музика Земля моя, кохана, море й море сирі, будемо в щасті ми усі жити на Україні. Гей, 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 грає музико, грає. Гей, 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 про наш котали грає. Біля Дніпрай, слабуди, в нашій країні були. Гей, 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 гей Субтитры делал DimaTorzok 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 Девограй существует уже 13 лет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok